Всем привет! С вами Александр Усольцев и это Московские новости недели. В Москву пришли холода, ну и соответственно у нас началась прекрасная золотая осень. Так что не упускайте это время, погуляйте по паркам, не бойтесь, что обещают синоптики снег первый в эту субботу. Посмотрим, будет он или нет. Ну и к новостям недели. На этой неделе вышло распоряжение, что Госдума у нас теперь переедет. Переедет она недалеко, в соседнее здание, в колонный зал Дома Союзов, то есть там, где проводятся елки. Я не знаю, я посмотрел расписание елок на 2019 год, вроде бы елки на декабрь не отменяли. Ну и сроков переезда Госдумы тоже не указывается. Так что будем смотреть. Но уже в начале этого года было понятно, что Госдуму будут реконструировать и более того, вот этот зал, его будут поворачивать. Если сейчас он стоит там по одному, то его будут поворачивать на 90 градусов. Выделили огромные средства еще в начале года, ну конечно из федерального бюджета. Меня в данном случае волнует то, что во дворе Госдумы стоят палаты старые. И вот хотелось бы, чтобы их не обезобразили. Заниматься этим будет не Москва, а федеральные власти, которым иногда до культурного наследия немножечко наплевать, мягко говоря. Я надеюсь, что все-таки из этих палат сделают что-то дельное. Потому что обещали сделать там какой-то зал приемов или еще что-то. Главное, чтобы не сделали, как сейчас все в переулке у них, Георгиевском, где просто полнейший такой ад. Пластиковые козырьки, здание все такое обшарпанное. И все-все-все запарковано служебными машинами. Филиал Москвы 90-х годов. Ну а у нас в Москве продолжается бум электротранспорта. То есть вот Яндекс запустил у себя в каршеринге на этой неделе 30 Nissan Leaf. То есть это электромобили, у которых на 270 километров хватает пробега. Их советуют в приложении не сажать, потому что заправить вы их, зарядить вы где-то не сможете. Ну вот сейчас немножечко проедемся на нем, посмотрим. Вот как раз доедем до Хитровки и там по историческому району походим. Работает это все либо по тарифу фикс, либо можно взять на полчаса или на час. Там 300 с чем-то рублей. Либо 600 с чем-то. Или 90 минут еще есть. Ну, пластмассовый мир победил. Что называется, у нас все тут эко. Поехали. Можно сказать, включили машину, а не завели. Никакого звука двигателя здесь нет. Ну и, соответственно, переключение осуществляется вот такой вот штучечкой, которая не фиксируется таким джойстиком. Интересно, что тут такой довольно активный разгон. Практически, ну, не такой, как у Теслы, но вот есть. В общем, едем на Хитровку. Что меня удивило, это то, что машина оказалась такая неожиданно шустрая. Я думал, электромобиль этой марки будет более такой спокойный. Но хватит такого короткого тест-драйва. Давайте о Москве все-таки поговорим побольше. Просто удивительно, какой бум электротранспорта сейчас в Москве. То есть, как вы заметили, уже по всей ему городу летом раскидая электросамокаты. У нас по городу ездят электробусы. Ну и вот каршеринг появился. Кроме того, электробусы. Вот на этой неделе появилась какая-то такая пиратская подпольная фотография до официальных пресс-релизов. Электробус с вязью на арабском. Дело в том, что неофициально появилась информация, что в Саудовской Аравии подарили два электробуса. Все начали, конечно, сразу поднимать шум, что, мол, ужас, как-то так Москва за 100 миллионов просто так подарила богатой Саудовской Аравии. Но на самом деле ничего страшного, потому что это, скорее всего, просто какая-то большая политика. Просто какие-то огромнейшие дела делаются. Даже вот на прошлой, по-моему, неделе отменили визы. И россиянам можно теперь ездить в Саудовскую Аравию. Раньше вообще было нельзя только по бизнес-визе. Только если ты какой-то там бизнес делаешь, только так. Вот эти 100 миллионов, два электробуса, это такой, знаете, это такой, ну, открыточку прислали по сравнению с тем, что происходит на этом большом там нефтяном рынке. Самое забавное, что все-таки что Саудовская Аравия, что Россия, все-таки нефтяные державы, ну а делятся электробусами. Ну а почему я приехал опять на хитровку? Летом уже сюда приезжал. Дело в том, что хитровку надо спасать. У нас на этой неделе в субботу будет благотворительная экскурсия в пользу реставрации хитровки. Ну а пока вот мы пройдем, я покажу вам. Вот смотрите, все вот в таком ужаснейшем состоянии сейчас находится. Это все надо консервировать перед зимой срочно, потому что тут, ну, город, к сожалению, этим не занимается. То есть что они могут сделать? Они могут сделать капремонт. Капремонт, это значит все за штукатурят. И вся история, все вот эти наслоения исторические, они даже изучены не будут. Ну, потому что, ну, сейчас, ну, нету города на это средств и там, и сил. Вон, не знаю, вы же знаете, куча всего другого делается. И силами энтузиастов здесь идет работа. Зачастую на свои средства. Вот хотим фонду хитровка помочь. С 1 октября для московских хостелов, да и не только московского, в принципе, российских, наступают тяжелые времена. В центре Москвы, в частности, около 60 хостелов закрывается, ну, или закрылась уже, потому что они не выполняют правила. В частности, теперь по правилам вот такое помещение, оно не должно располагаться рядом с квартирами, если не возражают жильцы. И самое главное, оно должно иметь отдельный вход, что, в принципе, реализуемо только на первом этаже. Например, на втором этаже через общий подъезд уже в хостел ходить нельзя. Как, например, вот в этом доме здесь реализовано. И, видимо, многие из этих хостелов просто перейдут на, ну, на нелегальное существование. Какое-то время просто пока проверками их не замучают. 89 хостелов закроется в Москве. Вот должно, по крайней мере, закрыться с 1 октября. Здесь я смотрел, когда аналитику там по рынку, то, в принципе, сильно это на рынок не повлияет, потому что это, ну, примерно 5% от всего гостиничного фонда. И даже если хостельный только фонд взять, то это не такая большая цифра. Ну, а чем вот здесь, например, занимаются энтузиасты? Вот видите, раскрыли арки старого хитровского рынка, как это здание раньше было. То есть просто своими силами здесь расчищали, привлекая грамотных рестораторов. Ну, а грамотный реставратор – это всегда, ну, хорошие деньги. И вот здесь это все, конечно, просто надо сейчас как-то консервировать, спасать и не доводить до какого-то, какого-то бетонного капремонта. С 15 октября появится еще одна возможность попадать в аэропорт Шереметьево. Теперь Аэроэкспресс запускает автобусы. Автобусы от Ховрина. От метро Ховрина, где там сейчас большой транспортно-пересадочный узел, будут ходить с 7 утра до 21 часа. Обещают, что каждые 15 минут будет брендированный автобус. За 20 минут вас довозить до Шереметьево по платной трассе. Вот тут вот есть одно «но» всегда. Там такой вот круг есть рядом с Ховрина, и там просто постоянно по утрам одно и то же происходит, особенно в такую погоду, когда холодно и пробки. Все встает, все жестко встает до такой степени, что люди просто даже из автобусов выходят, и последние там сотни метров идут пешком до метро. Так что вот этот автобус Аэроэкспресс, ну, я не знаю, будет ли он в графике вот так вот умудряться ездить. Посмотрим. Но имейте в виду, по крайней мере, в выходные можно дешевле, чем на поезде теперь доехать. Особенно актуально для жителей северо-запада Москвы, особенно тех, кто по зеленой линии живет. Чем еще, например, занимаются местные жители? Вот здесь вот знаменитый хитров рынок был, и вот нашли на штукатурке начала 20-го столетия такого господина в сюртуке с бородкой и усиками. Закрыли плексигласом, чтобы, по крайней мере, можно было его увидеть. Все это делается силами энтузиастов по сохранению нашей истории. Ну, а весь, видите, даже вот в углублениях петли еще из 17-го века, потому что здание гораздо более сложное. Вот мы сейчас зайдем во дворы, и сами все увидите. Мосгортранс тут удивил еще одной конструкцией. На Белорусской заметили такой веломобиль трехколесный, какую-то странную конструкцию, но почему-то брендированную Мосгортрансом. Они даже ответили, что это, мол, их сотрудник самостоятельно сделал такую самоделку. Непонятно, правда, единственное, зачем они забрендировали его под официальную символику, потому что самоделка выглядит, мягко говоря, так, ну, прям совсем самоделкой такой колхозной. Но вот электровелосипед. Есть свои кулибины в Мосгортрансе. Здесь же я хотел бы принести вам всем извинения за то, что я налажал в прошлом выпуске. Я ошибся, я сказал, что у нас мало где действуют банковские карточки в автобусах и в наземном именно транспорте, на что мне резонно написали, что уже очень много где. Ну вот, извините, что-то весь сентябрь был где-то в разъездах, и летом не так много активно пользовался, и мне почему-то как-то, видимо, не везло, не проходила у меня карточка. В общем, карточки можно смело использовать в автобусах, да практически во всех в Москве. Ну что ж, зайдем внутрь. Здесь сейчас активно идут работы по фасаду, опять же, силами местных жителей, которые сохраняют историю. Здесь во дворах вот фонд Хитровка. По внешней стороне петля может быть даже из 19 века, из начала 20-го, там сложно по ней сказать. То здесь-то уж точно установлено, что 17-й век, вот эти вот остатки наличников, остатки из родцов. Показано, как раньше окна шли, как раз петли для ставить на этих окон, окнах. Большемерный кирпич, даже клеймо с орлом здесь есть. В общем, но, к сожалению, для сохранения всего этого нужны средства. На карте метро вдруг восторжествовала логика. Дело в том, что, когда провели вот эти линии МЦД, то там получилась такая странная ситуация. Ну, точнее, аналогичная была, что станции назывались по одному, железнодорожные, а станции МЦК, метро назывались по-другому. У нас возникли пересадки между Ленинградской и Стрешневой, между Рижской и Ржевской, между Кунцевской и Кунцевой. Но логика восторжествовала, и на обновленной схеме МЦД и метро написали только Стрешневую, только Рижскую или только Кунцевскую. То есть переименовав таким образом старые железнодорожные станции и привязав их к уже известным станциям метро. Хорошо, что это сделали заранее и подумали об этом сейчас, потому что, когда бы это все открыли, была нереальная путаница. У нас люди Марьиной и Марьиной Рощи умудряются путать, а уж вот эти вот Рижская, Ржевская и все прочие, это просто постоянно была бы сложность. В принципе, есть целое лоббирование сейчас того, что даже на том же кольце, в пересечениях с кольцевой линией, назвать станции одинаково, как в Европе, как во всех странах делают, что большой пересадочный узел, он называется одним названием, а не там не несколько разных названий станции чаще всего делают. На Хитровке у нас сейчас прекрасная осень, вот придете сюда на благотворительную экскурсию, средства, которые пойдут на реставрацию этого дома, все сами сможете посмотреть. Ну а метро тут стало забавно переучивать пассажиров, что если раньше было там «стойте справа, проходите слева», выученные всеми с детства, то теперь в часы пик рекомендуют занимать обе стороны эскалатора. Более того, не просто по громкой связи пытаются перебить эту старую привычку москвичей, но и даже сотрудников специальных жилетов снаряжают, у которых сзади на спине написано даже не «пни меня», а именно вот «что стойте по обеим сторонам эскалатора», чтобы обращать на эту проблему внимание. Ну и вот у меня за спиной сейчас вот эти самые галерейки, бывшая ночлежка, где сейчас просто квартиры. Старая Москва, как она есть. Еще на прошлой неделе показали, как будет выглядеть набережная речного вокзала, но показали это в пятницу, поэтому в прошлые выходные я не успел это вставить в выпуск. Ну а набережная северного речного вокзала, который сам сейчас реконструируется, будет такой, ну как и везде, так как под Крымскую набережную, под парк Горького, с такими подходами к реке, навесами, велодорожками. В общем, для жителей северо-запада Москвы создают такой современный парк. Я надеюсь, что здание северного речного вокзала отреставрируют тоже очень хорошо. Ну, по крайней мере, предпосылки к этому есть. По крайней мере, там забрали часть и барельефов, и звезду, самое главное, забрали в мастерские. А звезда-то там историческая. Звезда северного речного вокзала – это самая первая звезда, которая была на Спасской башне. То есть потом, правда, их через... В 35-м году поставили вот эти звезды, посчитали их не очень слишком большими, и заменили на вот эти рубиновые сейчас нам известные звезды. Но вот одну из звезд на речной вокзал водрузили. Сейчас ее, конечно, видеть нельзя на в мастерских, но вот после реставрации увидите. Напоследок такая странная, грустная и одновременно трагокомичная новость. В селе Тарасовское, в Подмосковье грузовик переехал крокодила. То есть живого крокодила. Вот вам и глобальное потепление. Ну а здесь же во дворах у нас здесь был какой-то нелегальный трактир, куда Гиллеровский водил Станиславского и актеров, когда они ставили на дне, они вот там вдохновлялись фактурой в подвалах здесь. Ну а потом здесь фактурой вдохновлялись уже современные режиссеры и снимали «Брат 2». Об этом ролик у нас целый есть. Конкретно здесь приходили сюда за оружием. Ну и, конечно, куда пойти в выходные на этой неделе. Во-первых, у нас начинается осенний фестиваль «Золотая осень». С 4 по 13 октября у нас на большинстве площадок Москвы, площадей точнее, в Москве будут какие-то мероприятия, фермерские продукты, какие-то развлечения. В общем, будете гулять – заходите на фестиваль. Приходите на нашу благотворительную экскурсию в субботу. Экскурсия стоит так же, как и все наши экскурсии, но все средства от нее пойдут в помощь энтузиастам, которые занимаются этим фасадом. Встречайтесь с Александром Ивановым, который будет это вести экскурсию. Будете гулять по метровке, пройдетесь и по площади, и расскажут об эту всю богатую историю, вот этих дворов и самой площади, и рынка. В 13 часов встречайтесь у памятника Кириллу и Мефодию у метро «Китай-город». Это выход к Славянской площади. 13 часов у памятника Кириллу и Мефодию в субботу, 5 октября. А 6 октября мы делаем в пользу нашего проекта две экскурсии. Тут так же Александр Иванов и я ровно в 15 часов. Тоже запомнить легко. В воскресенье 6 октября в 15 часов Александр Иванов будет водить вас по центру, по Сретенке, по заповедным дворикам Сретенки и переулкам. Встречайтесь с ним в 15 часов у Макдональдса на Сухаревской. То есть из метро выходите, вот и он. Я проведу, повторю, давно не повторял эту экскурсию по Академическому району. То есть по тем самым старым Черемушкам. Черемушкам, которые дали название. Тоже в 15 часов встречаемся мы у метро «Академическое». Это выход из первого вагона, когда вы уедете к центру. И там же Каладница вам будет таким ориентиром. То есть выходите из метро, после стеклянных дверей надо налево. Ну в общем приходите на метро «Академическое» в 15 часов в это воскресенье. Буду вас ждать всех. Ну и на этом все. Ставьте лайк этому видео. Обязательно ставьте лайк. Это очень важно. Вам не сложно вот сейчас вот прям взять и поставить. А мне это очень важно. Подписывайтесь на этот канал, если вам нравится то, что я делаю. Ну и всем пока. До новых встреч. С вами был Александр Усольцев.